Друзья, рад приветствовать вас на канале, с вами Владимир и сегодня мы будем говорить об iOS 18.1. Что там нового, стоит ли ее ставить, как с автономностью и прочее. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Но прежде чем вы накатите данную прошивку, вы должны знать, что вы можете столкнуться с различными баками. Сбой в прошивке, вы не сделали резервную копию, либо же какая-то еще история может быть. Какие-то нюансы, то что вы сможете потерять данные или еще что-то там, разные зависания. Для этого я хочу вам предложить очень классное программное обеспечение, которое решает многие вопросы. Fon это восстановление и исправление системных ошибок iOS. Понижение прошивки iOS, iPadOS до предыдущей версии. Быстрый вход-выход из режима восстановления. Сброс до нормального состояния без iTunes. Полная совместимость с новыми устройствами. Исправление багов. Белый или черный экран или синий экран. Вечная перезагрузка. Замороженный экран iPhone. Устранение более 150 ошибок без потери данных. Например, восстановление системы. Скачать прошивку. Выбрать устройство и версию iOS. Быстрое восстановление. Стандартное есть и полное. Как можете видеть, можно выбрать устройство и восстановление различных багов по устройствам. Все в принципе просто. Дальше у нас Reset Device. То есть, есть стандартный и есть полный. И есть примещение, что в стандартном вы ничего не теряете. В полном будут какие-то выходы. Вход-выход с iTunes резюма шнурка. И точно так понижение, повышение прошивки. Выбирайте устройство. Какая прошивка. И все. И загружаете на ваше устройство. Это занимает какое-то время. Все зависит от вашего интернета. После чего вы можете приступать уже к обновлению или понижению. После того, как прошивка у нас распакуется, можно уже приступать к обновлению. Очень круто. Все. Подключили устройство. Ваша прошивка заливается. Готово. Вот и все, друзья. Все полезные ссылки в описании под видео в закрепленном комментарии. А мы приступаем к прошивке. Прошивка у нас iOS 18.1. Главное нововведение. Это запись экранов. То есть, компания Apple давно нам этого не давала. Держала. Все время на каких-то подписках, платных приложениях и прочих. То есть, на Android устройствах это уже была фишка давным-давно и доступ как бы разрешен. Но в некоторых странах начали отрубать, потому что есть ограничения, запреты на личные, персональные данные, личные общения и так далее, и так далее. Вот. У нас есть такая вот фишечка. Она действительно полезна, особенно в наших странах СНГ. Мошенничество, телефонные звонки, скамы и так далее, и так далее. Это будет очень актуально для своей защиты. Или даже если вы просто с кем-то общаетесь, вы можете помнить, о чем был ваш разговор, чтобы что-то не упустить очень важное. Что касаемо автономности. Я находился на 18.0.1. И в сравнении с данной прошивкой, я думаю, стоит немножко подождать. Потому что автономность не такая уже прекрасная, как хотелось бы. Стоит ли накатываться ради такой вот фишки? Да не особо. Для меня, как по крайней мере, автономность номер один. Напишите в комментариях, что для вас. Фишки, плюшки, кастомизация или же автономность. Будет очень интересно, в принципе, узнать. Вот. Все остальное, как по мне, это такое себе. Я считаю, что устройство должно хорошо работать. Без лагов, багов. Хорошая автономность. Хорошее качество камеры. Без занижения вот этого всего. То, что компания Apple, в принципе, и делает. Вот как-то так, друзья. Все полезные ссылки в описании под видео. В закрепленном комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»